Триада лыжных гонок началась на базе Снежинка. Там по этому виду спорта прошла 29-я спартакиада города среди трудящихся. Соревновались 55 спортсменов из 9 организаций Губкинского. Женщины бежали 3 километра, мужчины 5. Спуски нормальные, подъемы тоже хорошие. Как вообще лыжи катили? Все ли нормально было, не подвели? Лыжи не подвели, не подвели, скольжение было. Ну не очень, но как у всех. Все в равных условиях. В первую очередь здесь сама атмосфера располагает, чтобы быть заряженным на спортивный дух и так далее. А соперники, как всегда, все сильные, готовились, тренировались и показывают достойный результат. По поводу трассы, замечательная организация. Лыжи ехали хорошо, трасса готова была идеальна. В этот же день, но только на лыжной трассе спортивной школы «Лидер» состоялись самые массовые соревнования. «Лыжня России-2022». Ограничений в участии нет, поэтому на старте были люди разных возрастов, от мала до велика. Сегодня у нас порядка 100 человек приняли участие в нашем мероприятии. Возраст 10 лет и младше, до возраста 50 лет и старше. Действительно, есть хорошие результаты. Дети есть талантливые, которые занимаются не первый год лыжными гонками. Показывают великолепное время на дистанции. Для каждой возрастной категории своя дистанция – 1, 2, 3 и 5 километров. Как отмечали спортсмены, несмотря на подготовку, трасса была непростой. Крудные участки трассы – это подъемы. Но подъемы, мне надо идти аккуратно, но при этом быстро, чтобы не упасть нигде и контролировать дыхание. Самый приятный бонус – утешительный приз на финише. Шейкер получили все, независимо от результата. Ну а в завершении гонок призеров и победителей наградили почетными грамотами и медалями. И еще одна массовая зимняя гонка – Ямальская лыжня. Тоже прошла в эти выходные. Это спортивное мероприятие объединило 133 губкинца, среди которых были и опытные лыжники, и новички. С каждым годом все больше и больше принимает участие спортсменов, любителей. Скажем так, губкинский в плане лыж очень хорошо начал развиваться. Еще бы! В этом году количество участников составило 120 человек. Многие за здоровый образ жизни и за то, чтобы в губкинском таких горожан становилось как можно больше. Наверное, это в принципе зависит от жизненной позиции человека. Кто с детства занимался спортом, тот продолжает это делать. А кто-то присоединяется к здоровому образу жизни уже в сознательном возрасте. В итоге всех победителей и призеров Ямальской лыжни наградили кубками, медалями и грамотами. Вместе с лыжниками провели выходные. Павел Науменко, Данила Индюков. Новости губкинского. Новости губкинского. Новости губкинского. Продолжение следует...